Начало торговой сессии в среду выдалось положительным для американского доллара, который продолжает свое укрепление. Параллельно с этим очень стойко держится и японская иена, которая выступает уже в качестве валюты и убежища. А вот австралийскому доллару пока очень худо. Буквально за вчерашний день он потерял более 100 пунктов. Ну что же, смотрите видео до конца, будет интересно! Утро среды началось с продолжающегося укрепления индекса доллара до уровня 92.45. Инвесторы считают, что европейский центральный банк более обеспокоен ростом доходностей и, следовательно, менее склонен к ужесточению денежно-кредитной политики, нежели Федеральная резервная система. Именно это и способствует более активному росту доллара. Кроме того, рынок опасается третьей волны эпидемии коронавируса в Европе, которой уже не миновать. Однако как долго продлится положительная тенденция индекса доллара без коррекции? И фундаментальные факторы, и данные технического анализа свидетельствуют, что в ближайшие одну-три торговых сессии кардинальных изменений не произойдет. Не переломили возвышающуюся тенденцию и вчерашние выступления главы ФРС и данные по продажам нового жилья в США. Поэтому сегодняшняя сессия может закрыться снова в плюсе, достигнув уровня 92.60, если данные о запасах сырой нефти в США не окажутся непредсказуемыми. Но об этом вы сможете узнать в нашем следующем выпуске новостей. Пара USDJPY все же не выдержала давления европейских проблем, а также падения европейских и американских фондовых индексов и потеряла вчера и сегодня утром 40 пунктов. В первой половине дня пара торгуется на уровне 108.50. Однако иена продолжила укрепление уже в статусе валюты-убежища, так как американский индекс S&P500 вчера снизился на 0,76%, а уже сегодня утром Nikkei теряет 1,67%. Ближайшая остановка цены пары USDJPY видится вблизи уровня 108.16. А в случае закрепления цены на уровне 108.16 график может продолжить снижение в целевой диапазон 107.35. И это произойдет с наибольшей вероятностью, если не будет разворота цены от уровня 108.16 под влиянием фундаментальных факторов, за которыми мы, конечно же, очень внимательно следим. Австралийский доллар сегодня утром достиг первой цели на 0,7615, потеряв за вчерашний день 114 пунктов. Наши прогнозы вновь оказались точными. Драйвером такого падения выступил новозеландский доллар, который обвалился на 150 пунктов из-за введения фискальных мер по сдерживанию роста цен на недвижимость. Технические индикаторы на сегодняшний день сигнализируют о том, что вскоре наступит коррекция либо от достигнутого уровня на 0,7615, либо уже от низлежащего целевого уровня на 0,7565, это минимум от 2 февраля. Но в любом случае тренд на падение взял старт. Далее ждем цену на уровнях 0,7500 и 0,7375 с возможностью небольшой положительной коррекции. На этом у нас пока все, мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!